Так выглядит пожарная машина на средне-тоннажном шасси КАМАЗ со старой кабиной. А так совершенно новая пожарка поколения К5. Большая разница, не правда ли? Надстройку со специальным оборудованием и модуль для пожарного расчёта сделала миазская компания «Приоритет». Но шасси чисто КАМАЗовская, при том главная особенность двухосника – узкая и низкая кабина без спальника. Новинка отличается уменьшенной массой и габаритами, что в свою очередь позволило повысить грузоподъёмность и манёвренность. Под кабины установлен 7-литровый дизель марки «Каменс», с которым состыкован 9-ступенчатый робот ZF. Компактные кабинные модули планируется ставить на строительные, развозные и коммунальные грузовики, где широкая кабина просто не нужна. Вдобавок «КамАЗ» поспешил отчитаться об отгрузке первых грузовиков семейства «Компас» российским покупателям. Впрочем, объявив начало поставок, челнинский автогигант немало лукавит. Покупателями среднетоннажной новинки оказалось двое дилеров отечественной марки. Так что фактически это начало опытной эксплуатации, а не старт реальных продаж. Дилеры приобрели бортовые автомобили со шторными тентами полной массой около 10 тонн. Также обещано, что завод вскоре выпустит партию 12-тонников. Ну а первыми клиентами, очевидно, также станут лояльные заводу покупатели. Уточним, что семейство «Компас» — это слегка перелицованные грузовики китайской марки «Джак». Оригинальные здесь лишь оптика, решетка да гордая надпись «КамАЗ», в чем все желающие могли воочию убедиться на осенней выставке «Комтранс». Как стало известно телеканалу «Автоплюс», планы по локализации расписаны аж до 28-го года. К этому моменту количество российских деталей должно превысить 50%, если модель, конечно, найдет своего покупателя.